палатка сейчас без метровых оттяжек разграблена только по углам кольями это сделано специально потому что сейчас предстоит еще установка накидного тента для кайфандра накидной тент для кайфандра неважно кайфандра вторая или первая идет накидной тент вот такой вот сумки фирменные сумки мобиба открываю сумку смотрим что у нас внутри как обычно у нас узкую ткани как ремнобор это распорка для крыши и дверная дуга набор ветровых оттяжек для кайфандра второй вот это все в чехле ну и конечно же сам тент сам накидной тент в расцветке сотовый камуфляж сейчас будем устанавливать сумку я временно убираю закинул и расправляю внутри у нас предусмотрены вот такие вот завязки эти завязки крепятся к ветровикам то есть к тем местам где крепятся ветровые оттяжки у самой палатки кайфандра вот это выполнено везде по всему периметру вот здесь вот тоже завязки они крепятся вот здесь сейчас мы последовательно пройдемся по всем завязкам начнем с этого края у входа вяжем вот сюда должна крепиться завязка кайфандра второй я специально не закрепила травы оттяжки у штабной палатки того чтобы потому что знал что буду крепить накидной тент вот здесь плохо видно вот с этой стороны вот этот фланг куда крепится ветровая оттяжка я вот сюда вот сейчас завязками закреплю Вяжем. Здесь посередине тоже завязываю. Здесь. Здесь. Бландок. Через него просовываем одну завязку. И на вторую завязываем. Есть. У меня закреплен везде, где предусмотрена завязка. Кроме как в центре, там тоже предусмотрена завязка. У меня я не стал крепиться. Все. Все остальные завязки я закрепил. У накидушки для кайфандра. Все. Так. Не забыть нужно будет потом обязательно открыть окно притока воздуха на пидном центре. Вот. И, конечно же, вклад в пластин разъемки дымохода тоже нужно будет открыть. Беру элементы шпанголота. Соединяю все элементы шпанголота воедино. Один конец шпанголота. Просунусь в карман за концовкой молнии до упора. Здесь я просовываю. И молнию чуть-чуть не завязываю. Один конец шпанголота. С этой положенной стороны. Чуть-чуть я вставляю в карман за концовкой молнии. И начинаю застегивать. Конечно же, молнию нужно как можно ближе преклонить к элементу каркаса, к шпанголоту. И тогда застегивание идет легко. Вот таким вот образом. Теперь я беру элементы транспорта для крыши. Стоит он у нас в трех звеньях. Соединяю воедино. Здесь у нас, как и для припалатки МБ, МБ-10. Вот такой вот элемент. Это стропа пришитая. Через нее мы просовываем распорку для крыши. Здесь вставляем карман до упора. Вставляем и вставляем вот в этот карман. Вот таким вот образом. Раскорта для крыши расправляет тент в продольном направлении. Тент у нас расставлен. Нужно его точно так же закрепить колышку на гремле. Поставить все ветровые оттяжки, идущие в комплекте. И раскрепить их. У нас получится жесткая конструкция. Сейчас я этим займусь. Вобью колья и установлю ветровые оттяжки. После крепления кольни по углам накидного тента, теперь приступаю к установке ветровых оттяжек. Метровые оттяжки нужно вязать везде, где предусмотрено. И желательно крепить везде, где метровые оттяжки нужно будет закрепить. Сначала их надо привязать к местам, где это предусмотрено. А предусмотрено это по периметру палатки. Везде, где есть вот такой вот флажок из потного ПВХ двойной. Сюда вставлен стальной люверс. Именно сюда мы вяжем ветровую оттяжку. Все, ветровые оттяжки все установил. Закрепил их и прикрепил кольни к земле. Те колья, которые в комплекте, они малые. В такую вот зиму, когда почва промерзлая, они не подойдут. Нужно использовать большие колья от Мабиба. Вот эти колья заходят. Заходят до конца и хорошо крепят. Я взял всего два комплекта кольев. Но у меня, благо, был еще один запасной комплект. Я думаю, фрумчане Мабиба знают, что это за колья от Бахыта. Как-то мне их Артем подарил. И вот сейчас они мне как раз очень пригодились при установке накидного темпа. А так, конечно, большие колья Мабиба очень подойдут. Так, здесь я пряжку фастекс отсоединяю. Отсоединяю все элементы дверной дуги по едино. Устанавливаю один конец кармашек к молнии. Вниз до упора в верхний конец кармана упора. Затягиваю молнию на дугу и застегиваю. Вот он живет. Еще вот такая распашная конструкция. Ну, в точности как у кольевного тента для Мабиба выводить. Здесь вот такой вот предусмотренный клапан резуляционный. Кайфандра РБ-170К2. Кайфандра 2 с накидным тентом. В расцветке сотовый камуфляж. Накидной тент выполнен по принципу. Как для мобильной бани Мабиба МБА-10. Накидушка. Распорка для крыши. Также шпангу, дверная дуга. Установка и монтаж аналогичны. Внутри завязки, которые крепятся к палатке Кайфандра. Накидывается сверху этот накидной тент. Вот таким образом все выглядит. Создает второй слой. Дополнительная теплоизоляция. Для того, чтобы с комфортом париться зимой. Покон притоков воздуха. Естественно. Вентиляционное окно. Так же как у палатки Кайфандра 2. Пластина-разделка дымохода. Вентиляционное окно. Поскольку здесь сплошная конструкция двери. То имеет смысл утровую оттяжку крепить здесь. Ну, в местах, где флажки служат ПВХ с люверсом. Точно. Вот, конечно же, здесь окошко из пластика. В месте, где установлена печь, дрова оттяжки должны быть оттянуты. Открываем дверный узел. Заходим в метод. Здесь достаточно большой просторный предбанник. Несмотря на размеры палатки РБ-170, предбанник очень большой. Можно поставить столик и вдвоем посидеть. Сложить вещи. В общем, очень-очень уютный этот предбанник. А это Кайфандр 2. Кайфандр 2 анодированный каркас. Поле в комплекте. Распашной дверной узел. Немного другая форма окна. И, конечно же, окно для притока воздуха. Предусмотрено, потому что герметизирующий клапан. Вместо двери на молнии. Открываем распашную дверь. Заходим внутрь палатки Кайфандра 2. Здесь с накидным тентом. Вот такое вот окошечко. После сборки. Здесь, конечно же, двухслойность. Дополнительная теплоизоляция с накидным тентом. Вот такая вот эта небольшая палатка. В полный рост я не стою. Но чуть-чуть пригнувшись стою. В палатке Кайфандр, конечно, это походная мобильная баня. Здесь не для того, чтобы стоять, а для того, чтобы расположиться, вот здесь вот на этом пространстве с комфортом 2-3 человека. 2-3 взрослых человека. Ну и, конечно же, распашной дверной узел. О накидного тента. Накидного тента для РБ-170. В внешнем можно подумать даже, что это накидной тент для МБ-10. Ну, относительно небольшие размеры. Чуть-чуть всё-таки он поменьше. Это ощущается. Ну и, конечно же, такое вот пластиковое окно, которое изначально имеется у палатки РБ-170. То есть поесть. Это пространство. Ну и, конечно, здесь присмотрен. Как, тенту? Попробуем так переводить. Попробуем так взрослых. «Я не знаю, что это такое !» Продолжение следует...